Всем здарова бандиты, с вами Famous Games и сегодня мы продолжаем играть в Адам Вульфа. Третий эпизод нам предстоит, называется Леди и Художник. В конце прошлого эпизода тот мужик, которому мы помогли раскрыть кубик, который вылечил его дочь, он сказал, что что-то знает про нашу сестру и теперь он нам должен про это рассказать. На этом и закончился второй эпизод, так что сейчас увидим продолжение. Опять ему этот сон снится в который раз уже. У нас по-моему каждый эпизод начинается именно с этого, что он видит свою сестру, которая падает в пустоту и умирает. Какого? Где я? Это мост? Я вешу на каком-то мосту? За 18 часов до того. Я что, Человек-паук туда на паутины прилепил? Как такое может быть? Ладно, почти за сутки до этого. Да, вот на этом мы закончили. Хотите пройти интерактивное обучение? Нет, я уже прохаванный игрок. Значит, ты хочешь узнать больше о безвременных. Они... они всегда слушают. Подойди поближе. Символы на моей руке обозначают бесконечность. Слушай. Это я знаю. Этот символ происходит из древнего таинственного культа. Но часы у меня на руке наверхенькие. Какая тут может быть связь? Не знаю, но даже демоны и духи не защищены от них. Ты понимаешь, почему я не стремлюсь ввязываться в эту историю? Так это может быть просто картинка со смеей. С чего он взял, что часы как-то относятся к делу? Что мне нужно сделать? Символ, демон. Символ. Есть один художник. Он когда-то был знаменит. Его дом – единственное место, где я в последнее время видел этот снимок. Символ. Вот. Эта фотография его дома сделана недавно. Но должен тебе предупредить. Жди странностей и неожиданностей. Эти безвременные как-то связаны с исчезновением моей сестры. Сейчас моя единственная зацепка – тот художник. Пора нанести ему визит. Ну, пора. Хорошо. Фото дома. Нам все еще нужно поговорить о твоей связи с культом. Не уверен, что я хочу говорить об этом сейчас. Или что ты сможешь говорить об этом потом. До встречи, Адам. Если она будет. Не сильно-то он верит в то, что мы справимся. Расспросить художника о символе. Отправляйтесь в дом Роса Робинсона. В прошлом знаменитого художника. И расспросить его о странном символе на часах Адама. Какие-то безвольные. Первый раз слышу. Так, нам на карту нужно, нет? Барби Триол. Мы сейчас там и находимся. Что мне с этим фото нужно сделать? У меня все метки с карты пропали. А, ключи забрал. Что-то мотоцикло. А где сам мотоцикл? Вот он. Типочка. Теперь-то заведется? Нет. Все равно не заводится. Во. Новая локация. Улица нарисованных леди. Поехали туда. Это и есть тот дом художника? Его дом располагался в тихом районе. Сначала нужно сравнить дом с фотографией и что-то там еще. Как ее рассмотреть поближе? Я сговорил, что фото сделано недавно. Интересно, почему дом так быстро пришел в упадок? Да, это тот же самый дом. И здесь какой-то чувак. Сначала нужно сравнить дом. Ну, это тот же самый. Цветочный горшок разбит. Цветы завяли. Он ищет различия. Окно треснуло. Вся рама уляпана какими-то пятнами. Трещина на стекле выглядит так, как будто по дому лупили кувалдой. Я прямо удивлен, до какой высоты что-то там. Трещина на стекле выглядит так. Я прямо удивлен, до какой высоты они доходят. Что еще? Увядшие растения в разгар лета. Естественно. Какие еще различия есть? Может на крыше что-то? Флюгера нет, а ведь в последнее время не было сильных ветров. Дез говорил, что фото сделано недавно. Ох, почему я стал так быстро. Эй, мэн, что это? Подозрительный чувак. Слушай, дружище, что за история с фотографиями? А тебе-то что за дело? Что делаю, то я снимаю. Люблю снимать старые дома. У нас свободная страна, вроде бы. Неприятный тип. Весь шрамом. Когда я подошел к дому, воздух вокруг меня стал буквально лизиным. Недобрый знак. Ух ты, меня чуть не зашибло. Теперь я точно заинтересовался. Какая-то пластинка вылетела на меня. Что за чертовщина тут происходит? Какой-то мужик сидит и вокруг него летают предметы. Матафак. Это нормально? Эй, художник, у меня к тебе пару вопросов. Кто самый символ? На картине на этом холсте тот же символ, что и на моих часах. Как будто летающих предметов было мало. Пришло время спросить или что-то типа того. Телефон. Расспросить художника о символе. Не знаю, кто вы такой молодой человек, но если вы пришли посмотреть на страдания сломленного старика, то вы по адресу. Левитация. Это либо телекинез, либо манипуляция со зданием, либо в доме завелся неупокоенный дух. Это Ду, моя покойная жена Лиза, моя любовь, моя жизнь. Не знаю, почему она вернулась из-за гроба, но это точно она. Я могу вам помочь, мистер Робертсон. Но для этого вам придется рассказать мне все, что вы знаете о том символе, который вы нарисовали. Погодите-ка, вы же... Как там ваша фамилия? Ага, Адам Уольф. Детектив по сверхъестественным делам. Что ж, молодой человек, по рукам. Вот расскажите мне, почему дух моей покойной жены вернулся, и я расскажу вам все, что знаю об этом проклятом символе. Обыкновенный призрак, похоже. Стандартная процедура сделать несколько фотографий и отправить их на спектральный анализ. Прогнать то, что вселилось в дом. Давайте попробуем передать изображение на спектральный анализ. Надо сделать еще несколько снимков, так на всякий случай. Еще снимок. Тут что-то есть на снимке. Хм. Опять мозаика. Правильно? А, или нет? Нужно просто найти символы, которые здесь есть, да? А, они еще на нескольких экранах. Я понял. На трех. Если быть точным. Что у нас тут есть? Тут, по-моему, ничего нету. Ну, вот это похоже более-менее. Да. Если вот это перевернуть, то, в принципе, вот это получается, да? Хотя можно все подряд нажимать. О, еще одна подошла. Знаете, как я все подряд понажимаю? Раз уж мне никаких санкций за это не будет. Так, мы быстрее все найдем. Кстати, это все равно не так просто. Вот здесь я очень мало нашел. Это. И последнее. Вот это. Все. Это действительно его жена. Какая-то женщина. Похоже на фрагменты женского лица. Кодекс духов Банши. Значит, это Банши. Угу. Ты откуда? Так, так. Так, вот так. Все. Шикарно. Должно быть, это призрачные эманации, исходящие от Лизы. Судя по всему, она превратилась в Банши. Что-то там еще. Призрачное существо, умершее трагической смертью. Они тянутся к любимым, которые непосредственно связаны с их гибелью. Проявляются странными световыми вспышками и левитацией предметов по дому неподалеку. Кроме того, вызывают увядание и гибель растений в непосредственной близости. Призыв. Чтобы призвать Банши, тот, кто был любим ею больше всего, должен сломать предмет, ценимый ею больше всего. Значит, нужно сломать предмет, который Банши больше всего ценила при жизни? Рос наверняка знает, что это было. Вы были правы, мистер Робертсон. Это действительно ваша жена. Она стала Банши. Неупокойным духом. Вам известно, как она умерла? Это была сильственная смерть. И ее убили, мистер Вольф. Полиция утверждает, что это было самоубийство, но я-то знаю мою Лизу. Мы выясним, как она умерла на самом деле и почему умернулась. Но мне нужен какой-нибудь предмет, который она очень любила для контакта с духом. Это проще простого. На нашу головщину я подарил ей кисть. Это самая любимая кидая вещь на всем свете. Кстати, я так и не понял, что она вернулась. Я так и понял, что она вернулась, когда кисть начала летать по дому, а потом вылетела прямо в окно. Наверное, до сих пор лежит снаружи. Я так и не нашел к себе сил пойти ее искать. Все теплее и теплее. Кисть поможет мне вступить в контакт с Лизой и женой Роса. И тогда я получу наконец ответы на мои вопросы. И получу связь с моей сестрой. Такс, хорошо, выходим на улицу, по идее. Опять ты? Моя камера, какого черта, а? А не надо было голову держать так близко к двери. Ну как, понравилось тебе подслушивать? Слушай, я вообще не так понял. Я пошел отсюда. Подозрительный типок. Похож на того, кто на нас нападал в прошлой части. Что-то с этим типом не так. Но думать о нем было некогда. Мне нужно было найти кисть. Моим суперзрением. Воспользуемся. Краска делается тоньше. Похоже, здесь кисть завершила свой полет. На гидранте следы краски. Видимо, здесь кисть упала и отскочила в третий раз. Здесь большое пятно краски. Видимо, вторая точка падения кисти. Разбитое окно с толстым слоем краски. Кисть вылетела отсюда. Это легко. Вот так. Там? Нет. Или наоборот, от большего к меньшему. Да, наверное, от большего к меньшему. Типа, откуда она сначала вылетела и куда она потом прилетела. Все, собрали. Пазл. След кисти. Кисть вылетела из окна, ударилась о статую, затем о гидрант и упала в водосточный люк. Там мы ее и отыщем. Ну, что-то тяжелое, если цепь применить. Получилось. О, вот и кисть. Кисть. Если Рос сломает ее, мы сможем поговорить с Лизой. О, где моя кисть? Вот она. Вот кисть Лизы, мистер Роберсон. Я понимаю, вам будет очень трудно, но вы должны сломать ее. Сломать? Зачем мне это делать? Федняшка Лиза обожала эту кисть. Чтобы вступить с ней в контакт, по-другому никак нельзя. И Гердог вернется в реальность, если ее любимый человек разрушит ее самый любимый предмет. И тогда вы сможете получить свои ответы, Рос. Полагаю, вы в этих вещах разбираетесь лучше меня, мистер Вульф. Я сделаю, как вы говорите, ради Лизы. Сейчас мы ее вызовем. Собралась снова. Е-е-е, Гарри Поттер. Моя волшебная палочка улетела. Получилось. Банши, Лиза, пытается вступить с нами в контакт. Ну, и че? Картины Лизы, она так их и не дописала. Именно. Она так пытается вступить с нами в контакт. Думаю, она пытается это сделать через свои картины. Значит, я должен их дописать. Нам потребуются те предметы, которые она пыталась изобразить. Это же мчугая. Я их видел где-то в доме, на первом этаже. Я их найду. А вы стоите у картины и поддерживаете связь с Лизой. А те же мчуга Лизы. Новая задача. То есть, какой-то брошь, медальон и что-то там еще. Хорошо, поищем. По крайней мере, я знаю, что это должно быть где-то в доме. Угу. Какой-то рисунок. Записка с паролем. Храм, посвященный Лизе. 1, 2, 3. Должно быть, это покойная жена художника. Настоящая красавица, но рисунок довольно старый. 93. Отмеченные цифры должны что-то означать, но у меня только одна часть записки. Правая часть пароля. Хм. У меня есть один пароль. Еще какой-то пароль. Но здесь больше ничего. Тут было что-то еще, я точно помню. Не, кроме двери. Может и не было. Ладно, пошли в дверь. А, это не дверь. Это дверь с кодом. Забрали скотч. Хорошо, но тут 4 цифры у меня. Тут 3 цифры. Тут 2 цифры. Как мне это использовать? 93. 1, 2, 3. Подбирать комбинацию некогда. Так не получится. А если приложить сюда? Да, точно. Мне нужно еще что-то. Первые 2 цифры. А вот их можно перебором, кстати, было бы сделать в теории. Там всего 100 вариантов. Если у него было бы время, он мог бы подобрать. Но у нас времени нету. Нам нужно найти еще 2 цифры. Правда же? Правда. Может у него спросить? Ладно, поищем еще 2 цифры. А не по-любому где-то в доме. Или во дворе. Сумка. Он удрал в такой спешке, что забыл фотосумку. Надо же, какое серьезное оборудование. Прямо шпионское. Барахло этого туриста. Он совершенно точно шпионил. Но зачем шпионить за старым художником? Он, наверное, тоже один из этих бессмертных, или как их там. Которые почему-то охотятся за мной в итоге. Как мы видели в первом эпизоде, у них на меня большие планы. Хм. Фотовспышка. Лети, завистливое время. Пока не закончится твой срок. Завили нивые минуты. Потеря нашей небрежимы. И крохотин он твой доход. Ну зачем на больной-то сразу? Какая-то кредитка. Пропуск в магазин часов. А зачем мне в магазин часов? Хм. Тут что-то есть. О, оставшиеся цифры. Отлично. У нас есть полная часть пароля. Заодно кучу барахла собрали. Но даже не знаю. Походу... Походу надо в дом и все-таки зайти в ту комнату. 2-7-9-3. Мне не нужно подбирать. У меня есть код. Да блин, как его ввести-то? Вот. Вот, у меня есть пароль. Вы что, совсем ебобо? У меня пароль есть. Как ввести-то? Сука. Вы ебобо. А, мне не ввести его. Может, он знает. Так, а что у нас вообще по карте? Мы какой-то магазин нашли. Какую-то карточку от магазина часов, да? Пропуск в магазин часов. Записка фотографа. Может, ему дать? Что по подсказке? Ну, я понимаю, что вот это. С чем-то скрафтить еще нужно. С тряпкой там. Со скотчем. А, реально нужен был скотч? Зачем? Пароль от электронного замка. Ему нужен был скотч, чтобы он увидел эти цифры? Что я не пойму? Допустим, что так. 8, 9, 3. Пошло дело. О, такое я знаю. Ну, давайте подбирать. Лиза и Рос. Что это такое? Ключ. Нету тут ключа. Какого-нибудь замка. Чашка. Да проще на все подряд щелкать. Поначалу. Потом остатки добрать. Обычно маленькие предметы они загадывают. Такие, что сразу и не заметишь их. Серьги, семья, кольца, чашка. Что тут делать? У меня тот же вопрос. Париж, часы, концерт. А что значит желтое? Интересно. Куда-то ключ нужно вставить. А что если сюда? Да. Ну, беристы, надпись. Мы забрали что-то. Даже не знаю что. Семья, может это? Это. Что означают желтые надписи? Часы, концерт. Париж, семья, чашка, кольца. Кольца вот. Чашка вот. Может быть желтые, которые пока что я не могу увидеть. Тут либо их нужно как-то открыть. Либо я даже не знаю. Го, подсказку возьмем. Да, нужно. Из-за роз. Ну и что здесь? Семья, типа. А, можно было перелистнуть. Хорошо. Семья. Да, значит. Белое означает, что я в данный момент вижу эту. Запись или предмет. А желтое означает то, что я пока не могу его взять. Но он где-то здесь. Все запутаннее и запутаннее. Париж, часы, концерт. Ну и где это? Может в этой же книге? Вот, кстати, Париж. Часы, концерт. Как-то странно, она переворачивается. Концерт и часы тут же должны быть. Я не вижу часы. Где часы? А, вот они, ожерелье. Осталось только ожерелье, которое, хрен пойми где. И оно должно быть где-то здесь тоже. Еще одну подсказку возьмем. А, вот оно лежит. Точно. Цепочка. Все, жемчуга, Лиза. Но это один из трех. Там еще два нужно. Один мы вставим сейчас. Туда, по-моему. А, нет. Все. Тут же три картины. Вот, готово. Мистер Ульф, вы можете что-нибудь узнать из этой картины? Хотел бы я знать. Картина, она меняется. Я что-то вижу. Я вижу глазами Лизы. Если ее призрак пытается передать мне сообщение, я получу его посредством картины. Испытать на себе последние воспоминания Лизы, но моя задача. Ты хотела поговорить со мной? Ты приняла решение? Да. Вы можете спасти его. Никому больше это не под силу. Ты должна быть уверена, Лиза. Для безвременных обратной дороги нет. С этого момента ты будешь жить по нашим законам. Если у тебя остались незаконченные дела, уладь их. Я буду ждать у двери, и мы начнем твое путешествие безвременья. Я только напишу письмо Россу, и все, я готова. Письмо Россу. Мгм. Можно что-то еще увидеть. Часы. Те самые часы, которые у меня есть. Мои часы. Ручка. Это же мои часы. Пустой конверт. Мне нужна записка. Гаперта. Тут мы точно никуда выйти не можем. Вот записка. Мне удалось починить замок в часовой витрине. Это единственный ключ. Хорошо. Плюс монетка. Такие монеты вышли из обращения много лет назад. Должна быть, она чем-то очень дорога, Лизе. Нужно написать письмо. О, тут можно выбирать даже. Мне очень трудно писать эти строки, когда ты лежишь на смертном одре. Слезы наворачиваются на глаза. Тут есть какой-то выбор хотя бы. Врачи ничем не могут тебе помочь. Даже альтернативная медицина бессильна. Сдались и шаманы, и астрологи. Но только не я. И когда я уже отчаялась и не видела выхода, появился Вейт. Я видела своими собственными глазами, на что они способны. Я стану одной из них, чего бы мне это не стоило. Интересно, а какое... Какое вообще различие между этими вариантами будет? Насколько это важно. Не знаю, попадет ли это письмо к тебе в руки, родной. Но если вдруг, то знай, что я сделала то, что должна. Не гневайся и не грусти. Даже если это даст нам всего пару лет, оно того стоит. То есть она стала призраком и умерла, чтобы он выздоровел. Заключила союз с этими безликими. Я люблю тебя. Колибри. Даже поцеловала на прощание. Вот так. Все, теперь мы возвращаемся сюда. Кстати, у меня есть ключ от магазина часов. То есть, скорее всего, сейчас он вернется в реальность. И тоже пойдет сюда, в этот магазин. Только в реальном времени. И тут уже что-то узнать. Тут ничего нет. Хорошего местечка, чтобы что-то спрятать. Я, кажется, понял. Мне нужно завернуть письмо. И спрятать его там. И монетку. Все. Мне нужно обратиться к нему. Удача выполнена. Мы нашли письмо. Пойдем, Лиза. Временно сограничено пока что. Значит, мне нужно найти это письмо в реальности. Только непонятно зачем. Первая картина есть. Ждалось еще две. Вы что-нибудь видели, мистер Вольф? Да, видел. Я видел глазами Лизы. Похоже, она была в обманом. Логил какой-то мужчина. Она оставила вам записку у себя на работе. Записку? Я ее не получал. Я не мог собраться с духом, чтобы разобрать, как любить час работы. Она работала в дорогом часовом магазине. Как он назывался? А, Пиаже. Рядом с баром Витри Вол. Поставайтесь здесь, мистер Роберсон. Я принесу вам записку. Так, открыть вторую картину. Для этого нам нужно сходить в магазин часов. Бар Витри Вол. А я по-прежнему не знаю, где находится этот магазин часов. Странно. И в бар не зайти. А, вот он, магазин часов, прямо здесь. Извините, у нас закрыто. Мы точно не можем договориться? Дать взятку соблазнить. Какие-то выборы пошли. Раньше не было выборов. В первом-втором эпизоде. Давайте попробуем соблазнить своим шармом. Окей, может угостить вас хватя? Не позволите мне похитить у вас немного времени? Время это единственное, что я не растрачиваю, сэр. Спасибо за приглашение, но нет. Это взятка. Что ж вы сразу не сказали, что вход в платы? Никаких проблем. Сдача с тысячи... С тысячной купюры не найдется? Мы закрыты до особого распоряжения, сэр. Я могу вызвать полицию. Не хочет открывать. Как насчет пропуска в магазин часов? Так не получится. Тряпка. Дописка фотографа. Время твой доход. Потери наши небрежимы. Прошу прощения, сэр. Откуда он узнал, что фотограф имеет отношение к этому магазину? Пожалуйста, заходите. Если увидите что-то, что вас заинтересует, просто принесите мне. О, он уже здесь. Пожалуйста, не трогайте выставочные образцы руками. Надо ее как-то отвлечь. А вот этот чувак, он меня тут не будет бить. Он уже прям на меня смотрит. Какая-то влечится. Извините, сэр. Я не могу пустить вас за прилавок. Постороним сюда нельзя. Знаете, тряпкой в лицо. Просто холороморфом тебя. Иди поспи. Да никак не отвлечь. У меня ничего нет. Я не знаю, что с ней сделать. Вот этот чувак меня напрягает. Пожалуйста, не трогайте выставочные образцы руками. Никто же кого преследует, мистер Вольф? Какой-то этот... Какого зовут-то... Какого зовут-то, блядь? Парценкевич. Короче, не помню, какого зовут педофилов ловит. Ловил раньше. Не забыл, какого зовут. Каковы бы не были ваши дела с этим художником, прекратите их, пока не покатились головы. А, тесак, вот. На тесака похож. Э, ты что меня бить начал? Он толкнул меня, но у меня есть более срочные дела. Вылитый тесак. Ну что ж, теперь у меня есть возможности смотреться. Вот мои часы, опять же. Провести картой можно. А, она не против, что я тут забираю экспонаты? Надеюсь, что нет. На часах тут же символ, что и на моих. Знак этих безвременных. Лиза как-то с ними связана, и я выясню, как именно. Набираем. Она точно не против, она прямо на нас смотрит. Платиновые часы взяли, украли. На изи. А, окей, выставочные экспонаты нельзя, Тантьяну, платиновые часы я у тебя украл. Все нормально. Все нормально. Теперь как-то ее отвлечь надо, может, часами? Отличный выбор, сэр. А, вы хотите добавить индивидуальную отделку? Она думает, что я покупать их буду. Я бы хотел выгравировать мое полное имя на задней стенке. Эйден Уэйк Натан Найт Стрейдс. Конечно, сэр, это займет всего час. Сейчас же и начну. Специально долгое имя взял, чтобы она долго гравировала это имя. Вот мой шанс, но лучше поторопиться, пока она не вызвала полицию. Или хозяина той ищейки, которая преследует Росса. Хорошо, идем за прилавок. Дебора. Контракт разорван. Лиза, она раньше тут работала. Сестра, как ты связана со всем этим? Сестра работала до Лизы в этом заведении, и у нее знак безвременный. Стоит печатью почему-то. Доколка. Мне кажется, вот этот Адам Вульф, он мало чем связан с той вселенной, с Фейблтауном вообще, с той игрой. Да, конечно, тут тоже сверхъестественные существа и дела, но больше он вообще ничем не связан. Так что, может быть, это вообще другой герой? Не тот злой серый волк. Надо как-то отодрать бумажку. Доколкой. Тряпкой. Не знаю. О, помогло, кстати, кредиткой. Какие-то символы. Должно быть, эта последовательность открывает и запирает витрино. Давайте посмотрим. Накрюто на магнитный замок. Наверняка механизм где-то рядом. Где-то я его тут видел. Я же где-то видел. Символы нет. Че-то хрень. Только что видел. Может, здесь. Вот они, точно. Можно еще раз посмотреть? А, я наугад. Я чисто наугад на рандоме нажал. Вроде открылось. Пойдет. Заколка. Ты такой профессиональный взломщик. А самое письмо. Вот и записка для Росса. Наверняка он захочет ее прочесть. Пора вернуться к Россу и получить кое-какие ответы. Погнали. Неплохо. Если я буду возвращаться к Россу тем же путем, я застряну в пробке. Нужно найти другой путь. Посмотрим в навигаторе. Ну. И че? Куда мне его перетащить нужно? Сюда. Сюда. Бля. Подсказку дайте. Куда его перетащить надо? Сюда. А, место для навигатора. Знаете, я на мотиках как-то не часто катаюсь. Я не знал, что там даже есть место для навигатора. Карта. Все. Я думал, сейчас опять дадут выбор. Как построить трассу. За мной кто-то убязался. Вон едет. Упырь. Это тот же самый тип, который околачивался около дома Росей в часовом магазине. Что он здесь делает? Да, ранит меня. Вот что он тут делает. Он пытается спряхнуть меня с дороги. Надо оторваться от него. Вправо. Влево. Вправо. Влево. А, надо доджить машины. Я понял. Я понял. Сейчас все сделаем. Это что-то новенькое. Такого у меня еще не было. Текки. Не отстает. Надо как-то радикально с ним разделаться. Ну и что делать? Пистолетом? Да. Не пробивается. Не удалось повредить машину преследователя, но он не отставал. В конце концов он потерял управление и улетел с дороги. Водитель уцелел, но, к счастью, не смог продолжать погоню. Вот часак. Что ему от меня нужно? Опять этот тип. Он сфотографировал дом Роса. Он был в магазине часов. Что ему вообще тут надо? Рос все еще живой. Лиза оставила ему письмо у себя на работе. Держи. И монетку заберу. Любимая моя птичка Калибри. Что с тобой случилось? Виталия начинает складываться в картину, но все еще некоторых ответов не хватает. Элли. Может, она не упоминала свою коллегу по имени Элисон? Или может быть такие слова, как безвременье? Нет, не помню такого. Что же насчет безвременья? Можно только гадать, Лиза работала с часами. Вот она бы знала, наверное. Рос болен. Вы были больны? Что случилось? Рак. Прогрессировал с огромной скоростью. Врачи сказали, что я не жилец, но потом, вдруг раз, и полная ремиссия. Она... Они никогда ничего подобного не видели. Сказали, что чудо. А я сказал, что это любовь. Лиза ни на минуту не отходила от меня. Мистер Уэйтс. Рос. Лиза рассказала о секте высокий блондин в дорогом белом костюме. Не знаете, о ком идет речь? Вообще-то да, я знаю. Когда я был болен, я помню, как рядом с моей постелью стоял человек, похожий на это описание. Мне еще казалось, что время как будто идет назад. Я думал, это просто горячий бред. Я нашел эту монетку вместе с запиской Робертсон. Что вы можете о ней сказать? Лиза всегда любила монеты. Кстати, она рисовала монету. Похоже, что именно эту. Значит, я могу завершить следующую картину. Может быть, из нее мы узнаем больше. Было бы здорово. Только вот... Такого елочного шарика у меня нету. Он попросил принести... Ему счастливую монетку Лизы. Вот же она. А, он сам нарисовал. Ну хорошо. Я не против. Открыть вторую картину. Ну что ж, давайте пока на этом закончим. Спасибо всем за просмотр огромное. Надеюсь, серия понравилась. Так что оставляйте лайки. Подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии по поводу этой серии. В следующей части мы продолжим прохождение нашего третьего эпизода. И может быть, узнаем, что случилось с Лизой. А может и узнаем, что случилось с нашей сестрой. В любом случае, всем удачи и всем пока. До следующей серии.